Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы находите время посмотреть наши передачи. Для нас всегда большое благословение служить вам. Я верю, что само служение Российской Церкви – это возможность достичь людей Божьим Словом, где бы они ни находились. Не важно, где вы находитесь сегодня, важно то, что Бог не останавливает свою работу. Мы сегодня живем с вами в уникальное время, когда Божье Слово может прийти в жизнь и в дом каждого человека. Хочу пригласить вас, поделитесь со своими друзьями, знакомыми о наших передачах. Пусть больше будет зрителей, пусть больше будет людей, которые будут слышать Божье Слово. Таким образом, мы вместе будем прославлять Бога. Мы молимся и мы дорожим вами. Спасибо вам. Благодарю вас, Господи. Библия говорит в первом псалме, что всем знакомый нам псалум. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не следит в собрании разратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое время, свой лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не следит в собрании разратителей, но в законе Господа воля его. Где твоя воля? Где твое желание? Где твое стремление? К чему ты стремишься сегодня в этой жизни? Ты хочешь преуспеть, находясь в собрании разратителей? Ты хочешь быть благословенным в совете нечестивых? Ты хочешь разделять судьбу с грешниками, и ты хочешь быть благословенным? Твоя смокомница будет бесплодной. Ты будешь не понимать даже сезона жизни. В то время, когда ты должен будешь увидеть плод, ты будешь видеть там пустоту. Ты будешь разочаровываться сам от себя. Ты будешь принимать решения, которые будут приводить тебя к ошибочным решениям. И ты будешь думать, ну как так, я же считал, что вот если я сегодня посажу, то вот через это время я выкопаю. И ты будешь это делать, ты будешь много трудиться, и будешь вкладывать, и будешь что-то принимать. В конечном итоге ты будешь разочаровываться, потому что нет успеха, нет благословения в жизни. Почему? Христианство стало бесплодным, жизнь моя умерла внутри меня, Бога не стало. Общение ушло. Скольким из нас нужно принять решение, чтобы смокомницы бесплодные засохли в нашей жизни. Скольким из нас нужно перестать делать то, что не приносит плод Царства Божьего. Скольким из нас нужно высвободить это слово и сказать, да не будет этого вовек в моей жизни. И повелять от смокомницы засохнуть. Скольким из нас нужно позволить, чтобы Бог пришел, чтобы Он услышал нашу молитву, потому что уже давно нету молитвы, уже даже нету слез. Есть одна горечь, есть одна обида, есть одна злова, есть одно недовольство, есть один ропот. И вместо того, чтобы из тебя текли источники вечной жизни, вместо того, чтобы из тебя текло благосимило, чтобы из тебя вышли дары и призвания Божьи, чтобы ты в своей жизни, в своем поколении оказал влияние, был благословением, ты в это время завалил этот источник. Скольким из вас нужно пересмотреть свои источники в том же интернете, которые разрушают тебя, расширяют твою жизнь, разрушают твою семью, разрушают твое будущее, а есть Бог. Он хочет общения с тобой, Он хочет поговорить с тобой, у тебя есть большие вызовы, большие трудности, у Бога есть большой план для твоей жизни, а поговорить не может. Ты не можешь поговорить. Библия говорит, что когда мы преклоняем свои колени, чтобы не было препятствия в молитвах, есть препятствие в молитвах, не можем молиться, не можем открывать Богу сердце, не можем изливать Богу душу. Почему? Что-то завалило нас, что-то поставило препятствия. Патруже, возвращаясь в город, взялкал, и увидел при дороге одну смокомницу, подошел к ней, ничего не нашедший на ней, кроме одних лисев, говорит ей, да не будет же и впредь от тебя плода вовек. И смокомница тотчас засохла. Удившие это ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смокомница. Иисус сказал им ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смокомницей, но если горят и скажете, поднимись и вернись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Нам нужна вера в Господа. Нам нужна вера тогда, когда источники уже иссякли. Нам нужна вера, чтобы высвободить Слово для своей жизни. Нам нужно решение, которое поможет нам прийти в Божье присутствие, чтобы наша жизнь была наполнена плодами. Сколько из нас мы раньше служили, мы помогали, мы участвовали, мы поддерживали, мы стремились. И кто-то потихоньку начал заваливать наши источники. Кто-то сказал тебе что-то не так, кто-то обидел тебя, кто-то пренебрег тобой, кто-то не поздоровался с тобой, кто-то забыл про тебя, кто-то еще что-то. И завалил твой источник. И завалил твой источник. Мы часто, знаете, живя и думая, что вот Бог только наш источник может использовать, мы даже не позволяем другим источникам, чтобы они развивались. Мы часто пытаемся завалить другие источники. Потому мы становимся людьми, которые пытаемся защитить свой источник, заваливая другие источники. И мы ищем недостатки друг в друге. И мы про эти недостатки начинаем говорить, а вот этот не такой, а вот этот вот он вообще какой-то другой, а вот этот очень странный, а вот этот еще какой-то. И мы ищем в каких-то служителях, в каких-то людях, в каких-то пастора, в каких-то друзьях, еще кому-то когда недостатки мы вот пытаемся таким образом как-то ну себя хорошего такого вот я хороший я такой правильный а в другие не очень правильно и мы не понимаем что на самом деле мы заваливаем то источник свой мы-то думаем что мы заваливаем источник свой я помню когда был ребенком поехал в гости в белоруссию только знаете городской олень понятия не имел что такое вот деревня вырос в городе родился в городе вот приехал в белоруссию там колодец его жизни не видел что такое колодец знаете и вот ладно колодец кому я приехал колодец у соседей картошку осень копают выкопали положили сушиться и вот я пацаненком я не помню сколько мне там было лет но маленький еще был взял одну картошку пришел к колодцу бульк ох ничего себе бульк я набулькал всю картошку которая была взрослая в поле знаете огороды копают картошку положили сушиться часть копают приезжают картошки нету сейчас если бы положил даже не удивился что пришли забрали знаете живем в другое время а в то время куда картошка ушла в деревне добыть такого не может у всех там картошки завалить понять не могут говорят картошка это еще не самое страшное горшок туда закинул короче кидал все что под руку попало потом конечно мне кидали все что под руку попало на тоже другая история я завалил им весь колодец воды не стало у людей стразина которую мы приехали она пришла к этому соседу говорит слушай привязывай меня опускай меня в этот колодец буду тебе чистить колодец виновата прости все понять ему вот как он мог додуматься до этого а он не мог додуматься знаете он думал что это просто игра когда он туда бросает но там булькает это значит весело и вот так я развлекался понимаете вот мы часто не понимаем важности того чтобы не заваливать чужие источники мы пытаемся завалить эти источники забывая что потом из этих источников нам самим придется пить а они завалены единственный путь как открыть эти источники это снова закатывать рукава привязывать тебя за ногу и опускать в этот колодец чтобы вычерпывать оттуда все некоторые из нас нужно взять сегодня и заставить вычерпать эти колодцы вычистить их потому что мы слишком много туда набросали всего что потом оскверняет эти колодцы что потом причиняет более тем колодцам которые перестают давать жизнь мы даже этого не понимаю вместо того чтобы помогать этим колодцам течь вместо того чтобы помогать им изливать потоки в жизнь вечную мы заваливаем эти колодцы друг у друга только потому что мы завидуем друг другу потому как только мы видим немножко более перспективного чем я по начинаем конкуренцию такую знаете современную включать это не такое служитель она не такая сестра это очень такая гордая такая надмина это не может это делать а у этой там трудности и проблемы и мы вот начнем заваливать это вместо того чтобы обнимать этих людей и открывать для них источники потому что бог говорит я призвал я дал вам дары я дал вам таланты я дал вам мне есть план знаете агарь думала что у нее у ее сына нету никакой перспективы а у бога был план может быть ты сегодня смотришь на человека думаешь у этого человека нету никакой перспективы он грешник он не достоин а у бога есть план для него жизнь господина я не вижу этого так ты иди не туда куда ты идешь ты в пустыне своей жизни ты иди ко мне а ты лишь у меня слабо такая молиться не могу читать больше слова не могу вижу его желание просто порвать его послушай поговорить с богом о нем агарь которая решила похоронить своего сына прям на похоронах увидела источник прям на похоронах может быть ты уже видишь его и когда ты поверишь с богом о нем ты видишь источник с каким из нас нужно сегодня увидеть эту перспективу с каким из нас нужно видеть этот колодец в пустыне с какими из нас нужно позволить богу от этих завистливых людей очистить наши источники которые завалили нас а мы думали это конструктивная критика мы думали это дружеский совет а мне говорили что ты просто не можешь у тебя не получается тебе лучше это не пробовать а ты лучше останься дома а почему они с тобой так ведут себя и ты думала что-то вдохновение какое-то это ободрение какое-то для тебя на самом деле это заваливали твой источник они бросали тень на плетение они делали это может быть даже не понимая как знаете как я буду червенком даже не понимал что я заваливаю этот колодец из которого пить придется понятия не имел даже не помню наказывали меня за этот колодец не помню про колодец помню про эту картошку не помню что при меня дали просто в действии так много получал что просто уже не помню когда зашу давали зашу не но это другая история я не не об этом я о том что у бога есть план для каждого из нас давайте мы встанем блажен муж который не ходят на совет нечестивых не состоит ни в каких греховных группах в контакте где там еще в одноклассниках фейсбуке в инстаграме и не сидит в собрании кого развратителей порнографии сериалы сестры это не про вас сериалы если я вас прошу что записано первом салме вы не расскажете мне но за то что было в 1300 серии конец сериала вы мне расскажете и не дай бог я назначу служение на 1300 1 сериал то вы скажете знаешь о пастор вот я 1300 посмотрела и ты думаешь я 1300 1 пропущу не дождешься в пятницу самое лучшее время для сериалов поэтому никакой молитвы сериал любимый я устала после работы мне надо отдохнуть некоторым из вас нужно с розетки телевизор в пятницу господь я не хочу быть собрание грешников потому что этот телевизор с целое собрание собирать миллионы людей представляете некоторым из нас нужно очистить источники для наших детей позволили чтобы смоковницы которые мы думаем что они делают их плодовитыми чтобы они высохли в их жизнях они бесплодны и я вам хочу сказать не нужно не нужно ждать когда он додумается до этого нужно повелевать чтобы это высыхало это нужно быть решительным иисус подошел люди смотрят листья есть все хорошо все красиво перспективное дерево и иисус посмотрел нету до свидания почему люди удивились что смоковница знаете когда ты сегодня приезжаешь в иерусалим и ты идешь гефсиманский сад там есть смоковницы которые были еще во времена иисуса им по полторы по две тысячи лет побольше по три тысячи лет то есть это очень живучие дерево это дерево которое в этих жарких условиях она живет она невыносимо выносливое дерево чтобы она засохла там действительно чтобы чудо куда произошло поэтому люди удивились потому что вот она сегодня зеленая а на утро она высохла люди как так ну чтобы смоковница вот так засохла но так не бывает бывает по слову божьим по слову божьим поэтому тебя психологи учат знаете вам надо как-то ребенка потихоньку отучивать каких-то вещей вам надо как-то вот знаете вот так вот постепенно вот вот вы знаете вот а вы обратите внимание на другое в этом то пятое десятое а тебе нужно просто подойти сказать сына больше вот этого вот этих стрелялок просто сын не будет они засохнут в нашем доме навсегда потому что когда тебе будет 18 лет и ты пойдешь получать оружие я не хочу чтобы было то что уже было то что мы видели вот этого точно моей семье не будет и моей жизни не будет я помню когда мои становятся сильно хотели на футбол они так любили футбол вы не представляете как я сам сильно решил футболом был ребенка мне нельзя было футбол играть все равно бегал играл я своим не запрещал играть футбол пришел папа хочу ходить на футбол а склонит проблем у нас есть приоритеты если твоя игра будет воскресенье куда пойдем папа пойдем церковь хорошо у нас есть учеба папа я буду хорошо учиться хорошо если буду двойки что будем делать я тогда не буду ходить на футбол когда мой сын принес гуся домой посмотрели друг на друга зима будет холодной что-то надо кушать спасибо сын за гуся больше мы никуда не идем мы занимаемся учебой подумайте им было легко но мы позволили этому высохнуть в жизни мне было нелегко потому что я знал что им это очень нравится но есть более важная вещь сын мы никогда не поедем на соревнования в то время когда вся церковь улица мы это никогда не сделаем я рад за тебя спортсмена но когда есть между богом и спортом я выбираю вечную жизнь для тебя для меня это важно а сын скажет тебе что для него более важно вот это вот пока есть у тебя власть выбирать что важно для твоего сына мой тебе совет позволь некоторым смог вам засохнуть их жизни вот это источник вот это источник собрание это источник служение это источник который откроет для твоего сына такие перспективы которых ты даже не можешь представить ты будешь плакать и не видеть перспективы а бог откроет источники скажет открой глаза вот источник для твоего сына фото благословение для твоей дочери вот для их будущего для их семьи вот для их благости рик крепости для их здоровья вот тут хорошая друзья вот здесь будущее его же на вот здесь хороший и муж вот здесь все в церкви в доме божьем это может быть сам буш сажалечку думай как ну нет я сам же я же сам не состоявшийся спортсмен я же сам вот такой борец я же такой сам футболист думал мечту осуществлю сыне послушай осуществить бочу мечту в своем сыне осуществи бочу мечту своей жизни завали горькие источники завали их и открыть бочи источники читая больше божье слово читай больше больше словом больше слой молись больше проводи время на домашней группе ходи на домашнюю группу по вторникам счастья с верующими дружи с правильными людьми созидай себя делай себя благословенным и даже тогда когда нету никакой перспективы твоего сына ты на ячейке будешь плакать пред богом а бог откроет перспективу бог откроет перспективу послушайте бог определяет наше будущее и бог дает нам благословенное быте на этой земле от него источники жизни аминь все остальное прах и пепел прах и пепел жизнь пролетит как один день а вечность богом это лучшее что мы выбрали для себя для наших детей отец вместо мы приходим тебе мы открываем свои жизни для тебя господи ты знаешь господь что нужно чтобы засохла в нашей жизни боже я молюсь господь чтобы то бесплодное что мы сегодня делаем занимаемся господь пусть она высохнет в нашей жизни навсегда господь мы не против спорта против физических упражнений против спортивных достижений но мы господь нуждаемся больше в тебе чем во всем остальном ты центр нашей жизни я молюсь господь за матерей которые потеряли всякую надежду для своих мужей для своих детей для своих дочерей сыновей господи открой источники я молюсь за тех призванных кого ты призвал господь чтобы оказывать влияние господь кто имеет дары господь апостолов пророков евангелистов пасторов господь учителей позже молюсь чтобы эти источники были открыты господь очищены господь чтобы они были даром для церкви господь чтобы они были благословением господь для созидания тела твоего романс сара лига фанда религии с и господи используй нас божья молюсь о том чтобы ты бог помог нам господь принять те решения господь которые для нас господь кажется слишком тяжелыми господь чтобы эти смоковницы засохли господь боже я молюсь господь чтобы эти источники в интернете нечистое горькие лукавые господь которые разрушают нашу жизнь господь которые вводят нас зависимость господь чтобы они высохли господь были завалены навсегда во имя иисуса христа лера массара лагу фанда религии бог очисти нас освети нас дай нам ценность господь общение с тобой кожа мы открываем господь перспективу для нас и для наших детей господь боже в тебе источник благословения господь боже даем господь правильных мужей господа им господь правильных жен господь даем господь благословилась господь благословенное наследие господь даем господь успех делах руки господь боже мы благословляем господь наших родных и близких господь мы благословляем господь бесплодных мужей господь который господь сегодня далеки господь от благословения для семьи господь пусть придет плод господь пусть оживу для славы твоей господь пусть господь отношения которые высохли господь воскреснуты исцеляться господь во имя иисуса христа господи мы уповаем на тебя ты однажды господь увидел слезы агарий услышал господь в упалетра как господи ты знаешь слезы господи ты знаешь нужды детей господь я молюсь господь особенно за одинокий господь матерей божья дай господь благость и милость от тебя для господь сыновей и дочерей господь во имя иисуса пусть прямо сейчас господь они примут господь источник жизни для себя господь и для своих детей во имя иисуса христа для родителей господи дети в проблема господь мы высвобождаем источники жизни господь благости господь их дети будут служить господь тебе во имя иисуса христа лера массара ли гофандр или кассы господи освети нас очисти нас приведи нас господь к своим источникам чтобы лист нас не вял и мы просили плод в время свое сделано с плодовитыми благословенными во имя иисуса христа все это мы просим у тебя тебе слава наш бог отец сын и святой дух и весь народ божий скажет аминь я хочу вам рассказать о жизни этой молодой женщины которая на фотографии в ее жизнь очень рано пришли наркотики в 14 лет она попробовала и в школе в кругу друзей с этого все началось 15 она уже плотно сидела на игле она уже воровала она обманывала всех родителей друзей 18 лет ее посадили после того как она освободилась она начала заниматься тем же самым употреблять наркотики жизнь становилась все хуже было меньше друзей она не доверяла никому и обманывала сама сама всех семья перестала с ней общаться у нее забрали сына и запретили с ним видеться муж ее бросил когда умерли ее родители все стало намного хуже она совсем опустила руки потому как она поняла что в этом мире она совершенно одна и она никому не нужна она молила небеса чтобы изменилось все вокруг ее жизнь была полностью разбита к 30 годам у нее не было ничего ни собственного жилья ни семьи никого она была совершенно одна как-то она встретила своих одноклассников которые каждый когда-то был своей проблеме зависимости каждый из них прошел реабилитацию и они предложили помощь предложили поехать ей в центр социальной адаптации она согласилась было непросто восстанавливаться было тяжело но жизнь но желание жить было велико это женщина я сегодня я уже четыре года не употребляю наркотики сегодня у меня совершенно другая жизнь у меня полностью восстановлены отношения с семьей с братом и сестрой сегодня мы видимся мы созваниваемся сегодня мы ездим друг другу в гости сегодня я вижу с сыном я вижу как он растет я очень радуюсь его достижениям сегодня у меня много друзей и я учусь выстраивать отношения сегодня я много путешествую если кто-то скажет что жизнь богом скучно я хочу сказать вам нет жизнь богом очень весело вот так бог услышал мою молитву и протянул мне руку помощи а и и и Продолжение следует...